Иван соглашается сдаться милиции. Он требует увезти Елену в больницу. Следователь не верит ни единому слову Ивана и задерживает его. Борис отдает дневники Антону Захарычу. Варданян хочет уехать из города. Антон Захарыч собирается избавиться от Бориса. Он просит Ираиба привезти еще один подалек смерти. Маша тяжело переживает размолв из Коли. Вера убеждает Колю в своей преданности. Люба сообщает в милицию о гибели майора Каменева. Явных отклонений я не вижу. Разве давление немножко повышено? Ну, это легко объяснить. Вы перенесли тяжелый стресс. Да, вы знаете, в последнее время я вообще себя неважно чувствую. Мне говорят, что это нормально. Это вызвано беременностью. Оно у меня позднее. Возможно, но конкретно ничего о вашем состоянии сказать не могу. Нужно провести обследование. Вы успели выпить то, что было в стакане? Нет. Иван выбил у меня стакан из рук. А что в нем было? Укрепляющий отвар из трав. Срочно на экспертизу. Будут результаты доложить. Есть. Елена Михайловна, вы сможете сами идти? Не знаю. Попросите принести носилки из машины. Мы не будем рисковать. Не надо никаких носилок. Не надо носилок. Я никуда не поеду. О, Иннокентий. Какая неожиданная встреча. А что это такое? А что здесь происходит? Ваня, как же все это? Галина Васильевна, не верьте им. Они пытаются отравить Лену. Я клянусь вам, я не виноват. Ну ты, подода Круглов, как ты ловко заставил нас всех поверить. Галина Васильевна, отойдите от него. Гриша. Я с самого начала знал, что это негодяй. Это подлеск. Ну чего ты ждешь? Вы подождите минутку. Я должен убедиться, что Лена отвозит в школу. Нет, я не понял. Почему вы ждете? Почему вы не уводите его? Этого преступника. Из нашего дома. Иннокентий. Гриша. Да вы не волнуйтесь, вам сейчас ничто не угрожает. Я сказал, уберите этого подонка. Немельчно наизло его дома. Да не пойду я никуда, пока не увижу, что Лена отвозит в скорую. Ей нужна медицинская помощь. Понятно? Да не волнуйся, увезут ее. Только доктор ее осмотрит. Уйдите вы. Так, ну что, вы едете? Подбросите меня в лабораторию. Ну, мне надо экспертом эти вежды. Что это? Откуда? Василий Петрович. Да. Если вы сами пришли, что случилось? Вы, вы присядьте. Присядьте. Я не знаю, как вам это сказать. Ваш муж. Федя. 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 Галина Васильевна, проследите, чтобы Лену отвезли в больницу, это очень важно. Вы позаботьтесь о Лене и о ребенке, пожалуйста. Ваня, я все сделаю. Я прошу вас, Галина Васильевна. Я обещаю Ваню. Я не виноват, слушайте. Я клянусь вам, я не виноват, Галина Васильевна. Иннокентий, каково, а? Вы видели это все? И главное, этот подонок пытался охранять, защищать нашу семью. Иннокентий Аполлоныч. Каково, вы видели, и этот подонок делал вид, что защищать нашу семью. Это просто невероятно, а? Зачем, зачем Круглов вызвал Лене скорую? Когда мы расстались с ней, она была в полном порядке. Иннокентий, может, у нее выкидыш, а? Я думаю, что рано, рано. Вы ведь, блин, не весь препарат ей еще дали, правда? Как? Не полностью? Практически весь. Я добавлял этот препарат молоку и утром, и вечером. Ну, вот, собственно, может, у нее уже случился выкидыш? Григорий Анатольевич, а вас, скажите, а вас совесть не мучает? Я делал все это ради своей семьи, ради своего собственного сына. И я не хочу, чтобы у Лены был ребенок от убийцы. Вы знаете, вы знаете, я прочел, я где-то прочел, что при угрозе выкидыша начинаются сильные боли в животе. Может быть, может, у Лены уже выкидыша? Я не знаю, надо врача спросить. Господи. Просто я не вижу никакой необходимости в госпитализации. У меня это уже не первый обморок, и все проходило само собой. Да мало ли что было раньше. Я просто обязан отвезти вас в больницу для обследования. Неизвестно еще, что вам подмешали в этот отвар. Да я не успела выпить ни глотка. А когда вы пили его последний раз? Утром, перед уходом из дома. Ну, кто знает, что и когда вам могли подмешать туда. А в вашем положении, голубушка моя, рисковать нельзя. Вы считаете, что кто-то мог что-то добавить в отвар до прихода Ивана? Ну, кто и зачем? Ну, это работа милиции выяснять, кто и зачем. Может, все-таки вы не будете меня везти в больницу? А если мне станет хуже, я сама приду в больницу, я обещаю. Не может быть и речи. Вы поедете с нами. Нужно провести комплексное обследование, которое возможно только в больнице. Тем более ваш пульс мне не нравится. Все-таки вы должны думать не только о себе, но и о ребенке. Да. Доктор, ну что? Я хочу забрать ее в больницу. Что, так все серьезно? Леночка, я согласна с доктором. Вам надо обследоваться. Ведь эти частые обмороки не просто так. Извини, что мне пришлось прийти сюда с таким известным. Я подумал, уж лучше я сам все скажу. Как он погиб? Его застрелили. Где нашли тело? На лестнице в старой заброшенной гостинице. Подключите меня к группе. Коля, ты прекрасно понимаешь. Подключите меня к группе. Коля, это не мне решать. Подключите меня к группе. А кому решать? Вы же прокурор. Да, у меня был обморок, но у меня ничего не болит. Я просто устала и перенервничала. Мы обязаны отвезти вас в больницу и обследовать. Елена Михайловна, чего от вас хотел Круглов? Он угрожал, требовал чего-то. Зачем он приходил? Нет, я не знаю. Не угрожал он и не требовал ничего. Просто вел себя странно. Говорил, что мне моему ребенку угрожает опасность. Какая опасность? Вам действительно что-то угрожает? Я не знаю. А вот вы как считаете, зачем он тут оказался? Ведь он же в розыске. Зачем ему было так рисковать? Меня самого это беспокоит. Если он хотел вас запугать, почему этого не сделал? Почему скорую вызвал? Вот что вы потом разберетесь с этим. Нужно отправить пациентку в клинику. Береженов бог бережет. Доктор абсолютно прав, Леночка. Надо ехать. Надо же о ребенке думать. Хорошо. Не надо. Не надо мне помогать. Я могу сама идти. Никак нельзя допустить, чтобы Лену увезли в больницу. В ее крови могут найти препарат. Вы понимаете это? Да, я понимаю. Ну, ее не увезут. Лена сама не захочет. Она не любит больниц. И потом она просто, понимаете, Иннокентий, она не оставит нас, Митя. Дай это Бог, дай это Бог. Леночка! Господи. Лен, что с тобой? У тебя что-то болит? Нет, у меня все в порядке. Просто врачи считают, что я должна обследоваться в больнице. Леночка, ну, если у тебя все нормально, зачем тебе в больницу? Ничего страшного не случится, если до утра ваша жена проводит больницу. Нет, вы понимаете, что вы говорите? Во-первых, я инвалид. В доме, кроме меня, еще пожилая женщина и ребенок. Лена, ты не должна ехать в больницу. Ты должна всех нас успокоить. Ведь это по твоей видне, что все, что здесь произошло. Это ты сейчас серьезно говоришь? Я абсолютно серьезно. Если ты не забыла, ведь ты бы привела в дом Ивана и сделала его своим телохранителем. Ведь ты бы подвергла опасности всех нас. Григорий, прекратите. Вы же сами потом будете жалеть о своих словах опять. Вы предлагаете мне молчать, когда в доме был здесь убийца? Нет, я не собираюсь этого делать. Почему вы не можете ничего сделать? Коля, ты же прекрасно понимаешь, что гибель старшего офицера нам самостоятельно расследовать не дадут. Я позвонил в район. К нам едут из отдела внутренней безопасности. Там опера и следователь прокуратуры. Вот они и будут возглавлять расследование. Я не верю, что вы ничего не можете сделать. Не верю. Коля, я попробую, обещаю. Но я могу тебя только рекомендовать ему. Повлиять на их решение я не могу. Кто обнаружил отца? Местные жители Рыбацкого поселка. Они сейчас у меня в прокуратуре. Я собираюсь их допросить. Кто они? Моя жена спуталась с убийцей. Я должен спокойно молчать. Григорий, я не понимаю, зачем? Зачем вы опять затеваете скандал? Чтобы Лена осталась дома. Если ей нужно медицинское обслуживание, ничего, наймём сиделку. Я не понимаю, какие проблемы. Если врач говорит, что мне нужно в больницу, если я проведу там одну ночь, мне сделают обследование, возьмут анализы. Какие проблемы? Иван увели, здесь остаётся Иннокентий. Галина Васильевна, я-то тебе зачем? Ты должна нам всё объяснить. Каким образом появился здесь Круглов? Ты что, назначил ему свидание? Ты не назначала я никакого свидания. Тогда как Иван оказался здесь? Да ещё в то время, когда ты была в доме одна. Я была не одна, я была с Иннокентием. Он подтвердит, я надеюсь. Браво. Ах да, накладка вышла, конечно. Иннокентий просто ещё не успел уйти. Значит, если Иван оказался здесь, значит, кто-то его предупредил. Кто-то назначал ему встречу, да, своему любовнику. Григорий, да прекратите ещё, наконец. Как вы можете обсуждать такие темы в присутствии посторонних людей? Извините, пожалуйста. Вы правы, Иннокентий. Я прошу вас всех уйти. Мы должны с Леной поговорить наедине. Спокойно и по себе и на мне. Я не понимаю, о чём мы будем разговаривать. А ты считаешь, что нам не о чём разговаривать, да? Ну, хорошо. Ведь Круг не мог знать, что в доме никого. Значит, его кто-то предупредил, правильно? Извините, Григорий Анатольевич. Но мне тоже интересно, как Круглов тут появился. Тело твоего отца нашли какая-то женщина и пожилой рыбак. Причём, женщина всё время твердила, что заранее знала о гибели твоего отца. Она что-нибудь ещё говорила? Ну, по телефону она сразу заявила, что отца застрелили. И это странно. Ну, хоть и рано и видно отчётливо, но обычно гражданские таких деталей не замечают. Я, кажется, знаю эту женщину. Её зовут Люба. Она сожительница Бориса Варданяна, свидетеля по делу Ивана Круглова. Так. Именно к Варданяну направлялся отец тогда, когда я его видел в последний раз. Я понял. Я это учту. Извини, мне пора ехать. Надо допросить их, пока не приехали эти ребята из центра. Я с вами поеду. Только вы подождите, мне нужно к соседке зайти. Ну, попросить, чтобы она с мамой посидела. Хорошо, хорошо. Нельзя сейчас оставлять одну. Я буду ждать в машине. Ещё раз, прими мои соболезнования. Угу. Держись. Гражданин следователь, я хочу сделать заявление. Круглов явился в наш дом ради сокровищ моего отца. Объясните, я не понимаю. Он считает, что мой покойный отец в этом доме спрятал сокровища. Круглов давно за ними охотится. Он явился сюда, потому что подумал, что либо появились какие-то новые обстоятельства, либо ради архива моего отца. Что это за архив? Дело в том, что при ремонте в тайниках были найдены дневники моего отца. Да, и где они сейчас? Ну, возможно, они у Лены, в спальне. Да, они в спальне, на тубочке около кровати. Я должен это проверить. Ради бога. Ну так что, вы едете с нами? Нет, никуда она не пойдёт. Пожалуй, я останусь. Ну что, что ваше решение. Болей у вас нет, принудительно забрать вас в больницу, я не имею права. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. В спальне ничего нет. Леночка, вы всё осмотрели, я даже заглянула в кабинет, думала, может быть, там, но дневники исчезли. Ну что, теперь я надеюсь, всем понятно, зачем сюда явился Круглов. Теперь я понимаю, почему ты не хотела, чтобы я передал эти дневники Иволгину, ты хотела их тайно отдать своему любовнику? Дрянь! Господи, 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 Врача, верните врача, не спасать. Боже мой. Лена, что? Давай, не живу. Нет. Может, пойдём искупнёмся? У нас были планы получше. Ты забыл, как ты поклялся мне найти сокровища? Да я помню. Поверь, это намного интересней, чем блескаться в этом море. Да, очень интересно сидеть в библиотеке и искать. Нельзя, ну что? Ну как ты не понимаешь? Библиотека, это только начало. Мы там сможем узнать, где ещё находились сокровища в Крыму. Ну, поищем там. Там найдём хоть маленькую зацепочку. Вот тогда начнутся настоящие приключения. Ты же сам этого хотел. Считай, что ты меня убедил. Где эта ваша библиотека? Там он здесь, пять минут ходьбы. Но если пробежаться, тогда две. Догоняй. Догоняй. Господи, что ж такое-то? Одна беда за другой. Семья по-грижевски как будто проклята. Лишь бы с Леночкой, с ребёнком всё было в порядке. Вашу жену увезли в больницу. Доктор говорит, что есть угроза выкидыша. Но вы не волнуетесь. Я уверен, ей помогут. Надеюсь. Теперь-то вы меня оставите в покое? Я хочу задать вам несколько вопросов в ваших интересах. В моих интересах, чтобы вы наконец-то осудили Круглова и всех, кто с ним связан, а меня оставили в покое и не задавали бы мне эти вопросы, не мучили меня расспросами, разговорами, этими рассуждениями бесконечными. Я всё понимаю, но хочется кое-что прояснить. Что это за сокровища, о которых вы говорили? Все подробности известны майору Каменеву. и о сокровищах, и о Круглове, которое к ним подбирается. Вот его и спросите. Обязательно спрошу. Обязательно. Нам вначале хочется услышать это от вас. Я не желаю с вами разговаривать, слышите? Оставьте меня в покое, я больной человек. Ну оставьте вы меня в покое, Господи. Вы же сами начали этот разговор в гостиной при всех. Да, я начал весь этот разговор, потому что вокруг меня плетут соинтриге. Я уже совсем не знаю, кому верить. Абсолютно потерял ориентир. А вы знаете что? Вы задайте эти вопросы моей жене и её любовнику. Вот у них и получите очень ясный ответ. Оставьте меня в покое. Хорошо. Я ухожу. До свидания. Подождите, пожалуйста. Да-да. Вы уже уходите, да? Да. Извините. Вы знаете, я надеюсь, вы не собираетесь обвинять Лену во всём том, что тут нагородил её муж. Простите, ваше имя, отчество. Аркадий Петрович. Аркадий Петрович, вы должны понять, Гриша болен, он перенервничал, он не в себе. Я должен сказать, что в его обвинениях есть здравый смысл. Да ну что вы. Ну что вы. Если вы имеете в виду Лену, вы знаете, вы её не знаете. Лена замечательный человек. И она не могла совершить всё то, в чём обвиняет её муж. Допустим. А кто предупредил Круглова, что в доме никого нет и что с особняка сняли охрану? Кто? А что, разве сняли охрану? А я даже не заметила. В том-то и дело, что мы снимаем охрану и через час, ну хорошо, через полчаса возникает Круглов. Это совпадение? Нет. Его кто-то предупредил. Но кто? А вы что, вы думаете, что это кто-то из семьи? Я не знаю. Я не знаю. Кстати, а где сын Кришевских? А, Митя? Да. А он пошёл гулять. А он не мог предупредить Круглова? Да ну что вы. Да ну что вы. Что за глупости? Митя ушёл утром, когда охрана ещё была. А потом, знаете, Митя не знает, в чём обвиняют Ивана. Ну и куда он пошёл, вы, конечно, не знаете. Конечно знаю. В библиотеку они с другом пошли. Вы меня, ради Бога, извините, мне надо в больницу Леони вещи отвезти. А, конечно, конечно, идите. Я пойду. Да, я ещё поговорю с Григорием Анатольевич. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Ну вот и всё. Не будет никакого ребёнка у Круглова. Я сделал это своими собственными руками. Где? Так. Где пакет? Сейчас. Всё. Всё. Вот он. Ну всё, сейчас уничтожим. Сейчас. Всё. Вот так вот. Папа. Папа. Господи. Господи. Митька. Боже, это же я его убил. И я убил этого ребёнка. Я убийца. Господи, что же мне сказать, Мить? Как же, как же, как я ему это? Как же я его искаю? Господи, Мить. Нет. Он мне этого не простит. Он отречётся от меня. Господи, я убийца. Девочка у меня. Девочка у меня. Ничего, ничего. Я сам себе буду судить. Мне никто для этого не нужен. Мне капусты побольше, пожалуйста. И мяса. Чего вы так мало кладёте? Делаем побольше. Спасибо. Алло. Это Полоцов. Да, да, я узнала. Я думала, вы раньше позвоните. Ты где сейчас? Я сейчас шурму покупаю. А что? Острый, не острый. Это на набережной, что ли? Да, да, на набережной. Слушай, сможешь быть минут через десять над аквапарком? Да, без проблем. Надо встретиться. Давай, до встречи. Да, до встречи. И вот это вот, зеленушечку. Сижу скорее, сверху положи солнечную. Нет, лук не надо. Нет, зеленушки. Да. Итак, вы сказали, что заранее знали о гибели майора. Откуда? Ну как, я не знала. Просто у меня были предчувствия, как только майор ушёл. А зачем майор приходил к вам? Он приходил поговорить с Борисом. Боря дома не застал, расстроился и ушёл. Вы имеете в виду Бориса Варданяна? Он же ваш муж. Да, нет. Ну как? Официально нет. Мы жили вместе, да. Итак, майор Бориса дома не застал и ушёл. А почему он не застал его дома? Считайте, что мы с Борисом расстались. И он ушёл, Боря. Куда ушёл, вам известно? Он мне не докладывал. Ушёл и всё. Вот. Вот. Вот в этом и похоронят. Нет, ничего забавно, так… Нет, как же мой Митик… Митенька, сынок, ты меня прости, нет, надо ему, надо, надо ему написать. Сынок, сынок, я убийца. Убийца. Понят? Дед, убийца. Дед, дед, убийца. Убийца. Прости, прости меня. Сынок, сынок. Здравия желаю, товарищ майор. Привет. Ну вот, пожалуйста, все готово. Что это? Ну как, что это? Что вы просили, статья о Каменевых. Все, как вы сказали, разоблачительное, дерзкое. Ну, в общем, все, я действовала согласно вашим указаниям. Здесь о том, что майор Каменев закрывал глаза на криминальный бизнес своего сына, и о том, что он попускательствовал, забываю это слово. Попустительствовал? Да, спасибо. Пожалуйста. Вот, младший. Ну все, хорошо. Когда я напечатать ее могу? Я не знаю, сейчас не время, а я тебе скажу. Вы нормальный? Что? Нет, ну вы нормальный, вы звоните мне среди ночи, говорите, что вам нужна статья. Я пишу, не сплю, работаю. Между прочим, мое время очень дорого стоит. Сто баксов в час это дорого что ли? Это не деньги. Может быть это и не дорого, и может это и не деньги. Но сто я в два раза больше, чем ваша зарплата, понятно? У меня сейчас другая просьба о Крижевских. Итак, вы сказали, что не знаете, куда ушел от вас Борис Варданян. Почему? Неужели вам было не интересно? Да мне больно, а не интересно. Хватит уже. Извините. Скажите, а вы знаете, куда ушел от вас майор? Он ушел в особняк к Крижевским. Он вам об этом сам сказал? Нет. Он сказал об этом дяде Тарасу, то есть Тарасу Васильевичу. Даже не сказал, просто дядя Тарас так подумал, что майор пошел в особняк. А почему он так подумал? Он вам говорил? Господи, да. Тарас Васильевич у вас в коридоре. Спросите у него сами. Спросим. Вы знаете, я хочу вам сказать, что ваши показания, как бы это помягче сформулировать, подозрительны. Почему? Вы же не думаете, что я могла убить майора? Так думать у меня пока оснований нет. Но, по-моему, вы что-то скрываете. Что тебе известно о Крижевских? О Крижевских? Да практически ничего. Когда старик умер, меня в городе не было, а знакомиться с ними не было ни желания, да и повода тоже. Ну, ты же писала статью о похищении сына Крижевских. Ну, там другое дело. Меня интересовал больше майор Каменев, а Крижевский так просто. Ну вот, считай, что пришло время поинтересоваться. Так, вы притормозите, товарищ майор, и не разговаривайте со мной, как будто я ваш подчиненный или агент. Я, между прочим, своей свободой дорожу. Ясно? Да ясно, ясно. Не собираюсь я делать из тебя агента. У тебя для этого слишком длинный язык. Ну, как, Лена, она здесь? Да, здесь, в фалате. А что врачи говорят? Ничего не говорят. И, главное, никого не впускают сюда! Ой, Господи! Только бы всё обошлось! Ой, так бы все обошлось. Послушайте, товарищ майор. Да. Может, у меня и длинный язык, но это не дает вам никакого права разговаривать со мной на повышенных тонах, уважаемый товарищ майор. Возьми себя в руки. Успокойся. Я спокойна. Напомнить тебе, что я в любой момент могу возобновить дело о побеге Круглова. Хочешь этого? Слушайте, а это уже шанс? Я спрашиваю, хочешь этого? Сами знаете, что не хочу. Тогда успокойся и выслушай меня нормально. Ничего противозаконного я тебе не предлагаю. Мне нужны кое-какие детали от Крижевских. Вот и все. Конкретно, какие детали? Круглов работал телохранителем и сблизился с Еленой Крижевской. Ну? Еще в доме есть какие-то ценности. Но вот это все надо выяснить, понимаешь? Товарищ майор, мне хотелось бы вам грубить и напоминать, что это, в принципе, ваша работа, и об этих вещах можно узнавать на допросе. Допрос допросом, но мне нужны детали, о которых на допросах не говорят. Хорошо. С кем я, по-вашему, должна поговорить? А ты умная? Попробуй начать с пацана. Раскрути его, вдруг он что-то выболтает. Мальчишки, да? Я что, я с ним буду разговаривать? О машинках и о Гарри Поттере, а? О машинках, о Гарри Поттере, о погоде, о дружбе, о работе, о чем-нибудь. Ну, не мне тебя учить, а? Не делай вид, что тебе это неинтересно. Нет, почему же? Интересно. Служебные романы, сокровища так захватывают. Я просто, я просто ума не приложу, с чего я буду начинать. Здравствуй, мальчик. Вот и начни с улыбки. А дальше оно как-то пойдет. Он сейчас в библиотеке. Заскочи, может, сама что-то почитаешь вместе с ним. Давай, топай. У меня обед, я есть хочу, просто помираю, а? Нароешь чего-то? Звони. Приятного аппетита. Охрана! Что надо? Сюда подойди. Мне нужен следователь. Можешь позвать? Не положено. Послушай, это очень важно. Нужно, чтобы он позвонил в больницу, куда Лену Крижевскую отвезли, и узнал ее состояние. Послушай, я же говорю, не положено. Да как ты не понимаешь? Она может ребенка потерять. Пожалуйста, я очень тебя прошу, сделай так, как я говорю, ну, помоги. Ладно, я попробую что-нибудь узнать. Спасибо. Я умоляю вас. Я умоляю вас. Спасите моего ребенка. Мы сделаем все, что в наших силах. Девочки, вводите лекарства. Елена, если боль начнет отступать, скажите мне, хорошо? Это будет означать, что лекарство подействовало. Тихо, тихо, тихо. Что вы чувствуете? Вам становится лучше? Господи. Господи. Субтитры подогнал «Симон» Что теперь? Надо подождать. Надо ж, отнесите пока кровь на анализ. Нужно понять, каких можно ожидать осложнений. Что скажете? Скажу, слава богу, что привезли ее сюда. Но еще все могло закончиться гораздо хуже. Субтитры подогнал «Симон» Что? Не беспокойтесь. Она может потерять ребенка? Пока ничего не известно, но если бы привезли пациентку на 10 минут позже, врачи бы ничего не смогли уже сделать. Ну а сейчас-то как? Сейчас есть надежда? Надежда есть, слава Богу, но маленькая. Я прошу прощения, мне нужно идти, извините. Спокойно. Алло. Алло, библиотека? Нет, это частный мобильный телефон. Милочка, прошу, не называй меня по имени. Привет, дорогая, рада тебя слышать. Я тоже рада. Что это-то вдруг? Тодельце есть одно. Скажи мне, у тебя ли сейчас Дмитрий Крижевский? Да. Замечательно. Окажи мне услугу по старой памяти. Да, конечно. А что именно ты хочешь? Я через пять минут буду у тебя. Если мальчишка, ну, вдруг соберется уходить, задержи его. Да пока никто не собирается. Ну вот и хорошо. Смотри, как только я войду, ты сразу же вместо приветствия скажешь, что я писала статью по той теме, которой он интересуется. А что, нельзя просто так подойти и ему все рассказать? Ну, чего ты так насторожилась, глупенькая? Просто я хочу взять у пацана интервью, понимаешь? Ну, у меня заказ про его деда. Ну, это специфика моей работы. Понимаешь, у каждого свои секреты успеха. Ну, хорошо. Как скажешь, дорогая. Спасибо. До встречи. Пока. Аркадий Петрович. Да. У вас заключение экспертизы как раз внес его к вам. Сам скажи своими словами, что там? Ну, в пузырьке и на стенках стакана изъятого в доме Крышевских обнаружен яд. Какой? Очень опасный. То есть, это так называемый летальный синтез. Одной капли достаточно, чтобы отправить человека на тот свет. Извините, у меня голос простыл. Спасибо. Свободно. Субтитры создавал DimaTorzok